Ключевые предметы? Каждый геймер время от времени сталкивается с ними в процессе прохождения игр. Ну вы знаете, я имею ввиду те вещи, без которых дальнейшее прохождение игрового сюжета попросту невозможно, и видов подобных айтемов масса, начиная от вполне безобидных дверных ключей, и заканчивая жуткими и попросту отвратительными штуками. Всем привет, с вами Айвори, и сегодня я составил для вас список из 8 ужасных предметов, которые хочется поскорее выбросить, но они слишком важны. Если вам есть чем дополнить мой список, то смело пишите свои варианты в комментарии под видео. А теперь всем приятного просмотра и... понеслась! И за Дастон сегодняшнему видео игра под названием Фрэндбоу. Представляет она из себя классический point-and-click квест с элементами хоррора, и вдобавок добротно приправленного психоделической составляющей. Сюжет же расскажет игроку историю маленькой девочки по имени Фрэндбоу, которая трагически теряет родителей, после чего немножечко едет крышей, вследствие пережитого ранее шока, и соответственно оказывается в местной детской психиатрической клинике, в которой юную леди начинает обильно пичкать психоактивным препаратом под названием Дуатин, и каждый, кому довелось поиграть в сие творения, знает, к чему приводит чрезмерный прием вышеупомянутых колес. Правильно, к жуткому галлюциногенному трипу, находясь в состоянии которого девочка видит мир, так скажем, глазами типичного маньяка-убийцы. Повсюду кровь, кишки, мертвые люди и гниющие животные. И если бы эти пилюльки не играли столь важную, и я бы даже сказал основную роль в геймплее игры, никто в здравом уме не стал бы принимать подобную гадость. Кстати, Дуатин существует и в нашем, реальном мире. Правда, является вовсе не психоактивным лекарством, а средством от глистов, да еще и для домашних животных. Теперь вы знаете немного больше. Еее, познавательный контент. Но коли я затронул классические квесты, то стоит упомянуть одного из лучших представителей данного жанра, а именно игру под названием The Secret of Monkey Island. Главным героем игры выступает юноша по имени... Так, главное сейчас себе язык не сломать. Гайбраш Трипфуд. Фух, это было сложно. Так вот, молодой человек со столь уникальным именем в один прекрасный момент решил стать пиратом, и соответственно для этого отправляется на Карибские острова, дабы пройти все испытания, вынести массу лишений и преодолеть множество препятствий на пути становления истинным Джеком Воробьем. Но в один отнюдь не прекрасный момент игры, нашему герою предстоит найти настоящий корабль-призрак, битком, набитый привидениями. Но сделать этого своими силами бедолага, к сожалению, не может, посему он обращается за помощью к местному племени людоедов, которые в свою очередь экипируют нашего недопирата, отрубленной живой головой, которая вдобавок ко всему украшена искусно сделанным ожерельем из глазных человеческих яблок. Жуть какая. И кто бы вообще в здравом уме стал брать подобную штуку в руки? Но выбора у нас нет, ведь это не просто болтливая голова, а самый что ни на есть навигатор, который укажет дорогу к заветному кораблику. Видимо, раньше они именно так и выглядели. Слава техническому прогрессу, иначе бы я предпочел на шару ориентироваться, чем носить столь омерзительное создание в своей сумке. Мерзость какая. Помимо этого, глазастое ожерелье дарует нашему герою способность становиться невидимым, но для этого придется примерить на себя столь неаппетитное украшение. В общем, без этих штук вам точно не обойтись, но, честно говоря, очень хотелось бы. Далее наш путь лежит в мир Silent Hill 2, где протагонисту игры по имени Джеймс Сандерлин предстоит найти свою, как ни странно, умершую жену, которая внезапно назначила ему встречу в городе Silent Hill. Ну, это совсем не подозрительно, так что выезжаем. Во время поисков среди окутанных непроглядным туманом улочек захудалого городишки, Джеймсу встретится странная девушка по имени Анжела Ароска, и достаточно одного лишь беглого взгляда на героиню, дабы уверенно заявить, что с дамочкой что-то не так. И на самом деле так оно и есть. Позже Джеймс встретит Анжелу, лежащую возле огромного зеркала, а в руках у нее будет окровавленный нож. В этот момент девушка выглядит крайне подавленной. Видно, что она мучается от бессонницы, да и в целом боится людей, и находится в крайне нестабильном психическом состоянии. Короче, типичная Хика. Заполучив ее нож, игрок поначалу и не подозревает, что именно этим хладным куском стали Анжела Ароской зарезала собственного отца, который издевался над ней, а также регулярно насиловал девушку. И знаете, я бы предпочел выкинуть из собственного инвентаря орудие убийства. Но вы понимаете, что подобные вещи лучше в своей сумке не носить. Но у игрока не останется выбора, ибо если вы хотите открыть все концовки, вам придется как можно чаще смотреть на столь жуткий предмет, напоминающий о нелегком детстве несчастной девушке. Также хотелось бы затронуть относительно свежую игру Hellboy Senua Sacrifice. Данный проект расскажет нам о нелегкой судьбе девушки по имени Синуа, которая отправляется в опасное путешествие, дабы вернуть к жизни своего возлюбленного Диллиона. Красивая история, не правда ли? Любовь и преданность барышне настолько велика, что она готова пожертвовать собственной жизнью, преодолеть огонь, воду, медные трубы, и даже в одиночку сразиться с древним злом. И все ради своего суженного. Эх, романтика, да и только. А вот, кстати, Диллион, точнее то, что от него осталось. Нет, вам не показалось. Синуа повсюду таскает на своем поясе череп своего парня. И тут у меня, думаю, как и у вас, возникает вполне резонный вопрос. Нахуя? Нет, не этот. Хотя тоже уместно. Разве здоровый человек стал бы таскать с собой столь пугающую и отвратительную, кхм, часть близкого ему человека? Я тебе даю, что ты хочешь. Я не буду резистить. Просто дай ему вернуть. А, Синуа оказывается поехавшая. Тогда вопросов больше не имею. Но черепок на протяжении всей игры мне хотелось незаметно обронить. Уж больно жуткая эта хрень. Но, к сожалению, слишком важная для основного сюжета. А теперь, пожалуй, отвлечемся и уделим немного своего внимания спонсору ролика. Сегодня это сайт рандомных игр ComboCase.ru. На нем вы можете покупать самые дешевые боксы, из которых могут выпасть дорогие игры. Но вы в курсе, как это работает? Все по старым чертежам. Юзайте специальную ссылку, тем самым увеличивайте шанс выпадения добротного лута. Также используйте мой промокод и получайте солидные скидки на большинство актуальных игр. Так что спешите успейте ухватить игры по кошерным ценам. Ссылочка и промокод находятся, как всегда, в описании под видео. А теперь пришло время сдуть вековую пыль со старой доброй Half-Life 2. И вспомнить момент, когда самый молчаливый из героев видеоигр, Гордон Фриман, впервые сталкивается с процессом добычи феропода. Если кто не играл, хотя есть ли такие вообще, я поясню. Фероподы это не что иное, как мешочек с секрецией желез, принадлежащих Мармидонту. Ну или Муравьиному Льву. И как нам говорит сама игра, процесс добычи столь отвратительно пахнущего мешочка. Не слишком-то гигиеничный. Я искренне надеюсь, что эта трепещущая в моей руке штуковина не является частью гениталий внеземного хищника. Стараюсь об этом не думать. Но всё равно мне хочется поскорее выкинуть эту дрянь в ближайший мусорный бак. И руки помыть с мылом дважды. Не могу не упомянуть диалоги игр The Evil Within. И в ней, чего греха таить, полно всяких ужасов и мерзостей. Но самым отвратным для меня стал процесс сбора зелёного геля. Но вы сами посудите. Себастьян без доли брезгливости голыми руками собирает растёкшиеся фосфорицидные зомби мозги. Прямиком с асфальта. Нет. Одна только мысль об этом отбивает у меня аппетит. Будь я на его месте, я бы эту гадость даже палкой трогать не стал. Но все мы знаем, что без столь ценного ресурса в мире злого вазелина не выжить. Вы когда-нибудь видели, как выглядит человеческое сердце? Нет, не это сопливо-романтичное изображение. Я сказал человеческое. Мерзкое зрелище, не правда ли? Думаю, не каждый человек решился бы таскать подобную штуку в своей руке в течение, ну скажем, десяти часов. Но благо в жизни это делать не обязательно. А вот в диалоге игр Dishonored у вас просто не останется выбора. И вы будете вынуждены таскать повсюду с собой этот обезображенный орган, который ещё и будет говорить с вами. И порой биться в вашей потной ладошке, указывая вам на местонахождение костяных амулетов. А ещё в первой игре она содержит в себе душу императрицы. И от этого мне ещё больше хочется захоронить его поглубже в землю. Серия игр Legend of Zelda любима многими поколениями геймеров. И в данной франшизе подстать многим, что производит компания Nintendo. Преобладает мультяшная и вполне себе милая графическая оболочка. Всё тут такое радостное, цветное и милое. Только единорогов с радугой не хватает. Но когда вы найдёте предмет под названием зеркальный щит, окружающий вас мир станет казаться уже не таким приветливым. Да вы только гляньте на зловещую морду, изображённую на нём. Эта хрень реально пугающе выглядит. И наводит меня на мысли о проклятиях и подобной жути. И я бы с радостью дропнул эту мерзкую вещицу. Но без неё невозможно пройти часть загадок. Так что вы обречены любоваться его прекрасным ликом. И на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте ставить лайки. Ведь это очень сильно помогает в развитии канала. Под крепом виде подписки на канал и группу также приветствуется. И главное не ленитесь репостить видео. И конечно же нажимать задолбавший всех колокольчик. Но не я придумал такие правила, что ж поделать. На этом всё. Всем удачи и пока.